Ну вот увидели, вроде как проехали, ну можно сказать пол Карелии мы проехали или все-таки? Ну далеко не пол Карелии, но достаточно приличное расстояние, 250 километров это... Ну от Сортовала еще ехали, до Сортовала еще ехали. А, в целом да. Получается мы все озеро объедем, сейчас по другой дороге поедем. Получается вокруг озера проедете. И очень много рыбных хозяйств, и очень много туристических баз. Но это приносит хоть какой-то доход казня? Потому что так вот по деревням, я вот скажу, ну как бы бедненько все. Шиферные крыши, очень много. Ну вот честно скажу, бедно уже. Центр России как-то побогаче выглядит. Почему? Столько всего здесь? Ну, во-первых, расселение территория большая, тысячу километров севера на юг, а людей достаточно немного. И, соответственно, все население сконцентрировано в основном в городах. В сельской местности мало, плюс сначала программа коллективизации, которая у нас проводилась, из-за чего часть народа ушло. Потом те же репрессии, которые под Карелов. Карелов очень много попало под репрессии. Редили деревню. Затем то, что буквально сильно держали. Если взять любой район республики, раньше там было очень много сельского населения, которое занималось сельским хозяйством, лесной отраслью. Потом все их свезли в лесные поселки, которых очень много было поставлено после войны, построено. В основном вот эти такие двухэтажные набивные дома. Много черные такие уже, укосившиеся. Поставка совсем еще и мной, квартирные всякие. То есть это лесные поселки, в которых жили лесники. Естественно, условий никаких не было для нормального развития сельского хозяйства. Потому что под сельским хозяйством все-таки нужна территория, нужно некое желание и свободу людей, свободно трудиться на земле. А колхозы, которых сегодня практически не осталось. Государственных у нас, по-моему, один совхоз остался всего. Зверосовхозы вообще все закрылись. Их порядка 5-6 было раньше, в советские годы. Ну и сельское хозяйство вот именно на юге еще более-менее есть. Это в Волонинском районе, у нас здесь под Петрозаводском и в Пряжинском районе. В основном так сельское хозяйство. Ну и небольшие фермеры везде, наверное, есть в каждом районе. Но это там 10-20 голов дойного стада, это, скажем, ни о чем. Но, тем не менее, они дают определенную экономику. Что касается форелевых хозяйств, Карелия лидирует в России. Примерно 70% рынка России выращенной форели, это производится в Карелии. А куда она поступает? Ни разу не видели в Калубий магазине. Или Мурманск пишет, или... Москва и Питер, основные потребители. Основные потребляют, да. Потому что это самые большие рынки. Форель хорошая, качественная. У нас очень много проточных водоемов. Для форели важно, чтобы чистая вода была. А здесь как раз в Карелии 60 тысяч озер, 27 тысяч рек. Можно строить где хочешь фактически. На том же Ладожском озере там с десяток, наверное, форелевых хозяйств. Таких достаточно крупных, которые прилично вырабатывают и продают. Что касается туризма, вот особенно в период пандемии, он, конечно, очень сильно развился. То есть, по крайней мере, прошлый год, прошлое лето у нас были все базы, все туристические домики, все гостевые дома было забито под завязку. Я несколько раз своих друзей пытался устроить сюда. Вот с таким трудом устроил, только используя свои личные связи. Мне удалось их куда-то разместить летом, отдохнуть там на 3-4-5 дней. Мы много слышали, что едут в Карелию. Вот сейчас тоже мы поездили, ну мы по церквям, вы понимаете. Мы посетили очень много лютеранских храмов. Вот епископ наш, друг Карельской лютеранской церкви, он говорит, у нас вот сейчас в Видни 42 храма. Многие надо восстанавливать. Конечно, он нас вез в Лумевару. Мы посмотрели вот этот большой красивый храм. Проехать невозможно, но, видать, не чистили после снегов, после всего. Но туристы едут. Вроде от дороги 10 километров, куда-то там в деревню, в какую-то лесами ехать. Едут с семьями, мы смотрим, молодежь, ребята такие. Несколько машин прямо остановились там с ребенком, раз идут туда посмотреть. Вроде смотреть нечего. А едут, и у всех в телефоне, видать, есть, куда надо заезжать. Да, точки, и они едут. Потом мы были еще в Лондон-Похе, в этом большом храме. Вот там сейчас у них выставка ангелов. Когда его восстановят, конечно, этот храм это будет чудесно. Красивый, место красивое. Ты едешь прямо. Там как раз вот району, Сартовальскому и Лондон-Похскому району, там именно не только церкви, а вообще в целом могут помочь очень серьезные финны. Когда откроют границы, во-первых, поток туристов там всегда был. Люди приезжают на свои бывшие территории, свои бывшие дома, находят, смотрят. Для них это очень привлекательно. Хотят знать свою историю, где жили их бабушки и дедушки. Поэтому этот поток может увеличиться. И, соответственно, и спонсоров может быть достаточно много, особенно в Лютеранской церкви. Потому что у финнов в основном они в Лютеране. И думаю, что здесь есть перспектива восстановить все эти храмы. Ну, тоже притягивают же людей. Тоже туристы едут же. Это же необычно все-таки для русского человека, для тех же Санкт-Петербургцев. Вот ездить отдыхать тоже как-то. Ну, наверное, уже в Питере привыкли к православным храмам. А тут лютеранство такое, и храмы другие необычные, и что-то еще. Нет, культура, которая нам досталась от Финляндии, она, конечно, достаточно интересная, самобытная. Даже архитектура у тех же лютеранских храмов, она отличается. Очень много деревянных храмов, которые построены чисто из дерева. Что в Финляндии, что здесь. Но чем прелестно Пересартовальского и Злодонковского района, что там сохранилась именно архитектура, довоенная архитектура Финляндии. Если взять тот же Хельсинки, там только крупные каменные дома сохранились, то здесь и деревянные домики, и маленькие какие-то коттеджи, которые все было застроено на этой территории, маленькие симпатичные домики стояли. Их не снесли, в отличие от той же Финляндии, где опять же началась крупная строительность, стали стоить большие дома, и центр города в многом потерялся. Взять Сартовалу, если вы погуляли по нему, то видели, какой он красивый город, с такой красивой самобытной архитектурой. Такого практически в России где нет. Да, это точно. Знаете, что поразило? Я говорю, а вот цены, конечно, спрашиваешь, как, что. Он говорит, вы не поверите. Самый, ну, вот, епископ говорит, очень дорого стоит, сейчас копает фундамент, найти фундамент финского дома и на нем поставить себе дом. Это в цимус считается, и фундамент хороший. Да, фундамент хороший, строили так, что на века. Что сейчас на нем построить дом и будет стоять. Ну, вот интересно. Меня это поражало, потому что я, ну, в Венозере еще работал в совхозе тогда, у нас был летний лагерь, и там стоял, наверное, фундамент церкви какой-то. Да, уже развалишься, церкви нет ничего, альтеранской. Но вот этот уголочек острый, да, от фундамента, меня он поразил. У нас-то новые дома, никогда так не строили. Он просто по ниточке проведет, и этот угол острым остается, но вот таким 90 градусов, как был построен, так и есть. И ни капельки не облупился, причем стоит на улице, и, казалось бы, все должно было, развалиться должно. Ну, вот умелись как-то строить, но в России тоже, я думаю, что умелись строить в свое время, и технологии были немножко другие, нет, ну и забытые, да. Или, может, трудозатратные. Сейчас все гораздо проще и эффективнее. Вот там рядом с храмом в Лумиваре, да, там стоит, они тоже отвели так как-то в лесу, говорят, это коровник, что ли, там, бывший. Говорят, посмотри, железо еще вальцованное, оцинковка, еще финское, еще довоенное, до какое-то, и дерево звенит там. Мы посмотрели, как срубы они кладут, я такого не видел. Они замки как-то выпиливают, вот что, один на один. И с этой стороны замок, и с этой стороны замок. Как такое возможно? Как такое возможно? Ни разу не видел такого. И, говорит, вот стоит. И, кстати, говорит, и даже при коммунизме не растащили, не успели, как бы. Ну, а храм, конечно, говорит, последние 25 лет, конечно, разрушили. До этого он нормальный стоял, то киношники приезжали, говорит, вот следы от пуль кино снимали, там, стекла побили. Да, да, вот последние 25 лет буквально он пришел, потому что и окна были, и все остальное. Но хорошо возражается, и люди помогают, и это удивительно, конечно. Но, знаете, для меня с центра России побывать здесь, это вот первый раз, и, конечно, куча эмоций, впечатлений. Почему Карелия всех привлекает? Потому что, действительно, благодатный край, благодатная земля, очень красивые места, и люди в целом гостеприимные и душевные, в большинстве своем. Поэтому, ну, например, в большинстве населенных пунктов не знаю, что такое воровство вообще, в принципе. Да, нам тоже сказали. Не закрывают двери, да, ну, там палочку приставят в лучшем случае, и все. Поэтому в этом смысле комфортно и хорошо. 90-е годы прошли, слава богу, когда был такой беспредел на спасение России, да. Но, в целом... На окнах нет штор. Я вот своими впечатлениями, знаете, нет штор, такая маленькая висит, говорит, зачем. Ну, это и только Рождество мы повесили, типа, а так не принято занавешивать. А что, не ходят, не смотрят, куда ходить? Ты, говорит, видишь, где соседний дом тут. Большинство хуторов, как бы, говорят, да? Ну, в том районе, да. Да, потому что это, в основном, финские территории бывшие, да, и там у них хуторная система была. Там практически плотность населения, в том числе, достаточно часто заселились. То есть, более-менее, не только по населенным пунктам, но и в лесу, на полях. Да, едешь, вот раз дом стоит, кажется, а как ты там живешь? Как-то живут, выращивают свое хозяйство, ягод много. Говорят, грибы собираются, грибов очень много, всего много. И рыбы много, и всего много. Вы богатые люди, ну, вот как-то вот, а общее впечатление? Ну, и Россия богатая страна, и в целом у нас тоже всего очень много, но, тем не менее... Не у всех, что ли? Всего много. Ну, мы же не самые богатые, правильно? Россия, я имею в виду, в целом. Ну, да. Хотя, казалось бы, должны были жить на ресурсах, но дело в том, что плохо перерабатываем. Плохая производительность труда, достаточно низкая у нас, да. Если взять тоже Петрозаводск, из всех работающих предприятий, хорошо, что у нас еще есть и предприятия, да. В том числе и новые предприятия строят. Это, например, завод ОСБ построили, например, не так давно, лет сколько, 10 назад, наверное, да, производят. Поэтому фактически единственный, самый первый в России был завод по ОСБ для деревянного домостроения. Это как клееное, так как фанера производят. То есть и новые инвестиции. Вот Петрозаводск-Маш, бывший завод, сейчас его скупил Росатом. И производят запчасти для атомных электростанций, именно большие детали, огромного размера. Потому что завод раньше производил бумагоделательное машиностроение, бумажная машина, представляете, там валы какие и все прочее. И здесь также вот литейка очень хорошая, крупные детали можно лить. И он сейчас развивается и работает вот прямо под окнами у нас. То есть есть будущее. Да, судостроение достаточно неплохо развивается в Петрозаводске. И старый завод «Авангард» заказы выполняет, и новый судостроительный завод, относительно новый, тоже лет 20 уже существует, построили и производят достаточно много заказов для всей России. То есть потихонечку экономика живет. Но самое большое, это, естественно, горная отрасль, это Костомукса, город, обогатительный комбинат, который там, огромное налоговое поступление в России от него происходит. Какой-то Северсталь он принадлежит. Бумагоделательные заводы, Кандапошки, бумажные комбинации, Гешки, ЦБК, то есть они производят достаточно плечные объемы бумаги, за счет чего Карелия живет. Ну и лес, естественно. В Карелии леса много. И вот есть такое, у нас в Карелии, по крайней мере, часто говорят, вот весь лес вывозят в Финляндию. Действительно, мы много экспортируем, всегда экспортировали из советских времен. Но для сравнения, ну, по крайней мере, лет 10 назад, я знаю статистику, да, в Финляндии производится примерно 64 миллиона кубометров леса, заготавливается. А в Карелии расчетная лесосека 9 миллионов в то время была. То есть всего можно рубить у нас 9 миллионов. А в Финляндии, которая раза в полтора, пусть больше по территории, 64 вырубается. То есть наша маленькая толика, все лесные ресурсы занимают 10% от того, что заготавливают все в Финляндии. Но, тем не менее, я согласен полностью с нашим правительством и с президентом, который линию взял, что надо перерабатывать у нас. Я с этим полностью согласен. Действительно, глубокую переработку сделать здесь, чтобы прибавочную стоимость получать. И люди зарабатывали получше немножко. И уже продавать готовую продукцию. И в Карелии в этом плане идет много со временем. Вот вы судостроение упомянули. Мы вчера ехали, где-то и памятник увидели. Я смотрю, якорь, думаю, морякам погибшим, что ли. Говорю, а кому памятник? Говорят, нет, это подводникам. Я говорю, каким подводникам? Они говорят, да, в Ладоге подводные лодки были. Думаю, зачем? Вот для чего подводные лодки в Ладоге? И сейчас они плавают? Сейчас не знаю, вряд ли. Но, во-первых, подводные лодки, думаю, что заходят иногда чисто в виде учений. Там же у нас связано с Белым морем. И достаточно безопасные внутренние воды. Во-первых, Ладога сама по себе, она тоже глубоководная. Там 370, около 400 метров. Даже 500 с чем-то метров глубина максимальная. То есть, в принципе, подводная лодка, небольшие, по крайней мере, могут поместиться здесь. И боевые действия мы не знаем, где произойдут. Поэтому, видать, на всякий случай предусматривали и такое. Но вряд ли они там базируются. Я не слышал, что в Лажеском озере где-то подводники базировались, может, раньше. А что заходить могут с Белого моря, это да. Интересно. Хорошо. Другой вопрос. Вот вы много работали в РАОЕС России, да? Можно спрошу про вашего коллегу? Предысторию почему, хочу спросить. Один мой друг, литеранский священник, он работает тоже в Москве. По-моему, тоже в этих структурах Андрей Лизниченко. Он написал недавно книгу, очень популярная стала такая. История протестантов и их вклад в историю России. Очень много известных фамилий, там, от Крузенштерна, Дали и других еще. Те люди, которые вот вкладывали свою душу, свою любовь, свое сердце в развитие нашей страны. Достаточно тоненькая книжка. И первый, кто большую такую рецензию написал уже у себя в Фейсбуке, это был Анатолий Чубайс. Прям так интересно было. Мы у себя на канале прекламировали книгу, сказали, вот, хорошая книга. С Андреем записались. И раз, и у Чубайса большой. Он пишет, что был сам потрясен, вот, не знал историй, вот, таких вот вещей. За что так вся Россия не любит Анатолия Чубайса, а? Вот вы работали с ним. Расскажите, интересный же человек. А я, наверное, не буду совсем объективен. Потому что я у него работал советником и работал достаточно плотно. И я восхищен этим человеком, потому что он действительно суперменеджер. Очень уникальная голова у него, которая видит проблему, видит корень проблемы, достаточно быстро в ней разбираясь. В РАОС он пришел не будучи энергетикой, да, но через два месяца, когда он стал выступать и давать первое указание, как нужно реформировать электроэнергетику, ощущение у всех было, что он просто профессионал, который всю жизнь проработал в энергетике. Не любят его, наверное, это больше из-за приватизации, в которой он принимал участие, да, но... Ну, больше мифы же, наверное, да? Это не совсем миф. Просто задача была тогда для государства, по мнению Ельцина и его команды, что необходимо было создать класс своих собственников из России. Не западные, то есть, если провели приватизацию и просто бы все распродали, тогда бы сегодня у нас были бы там западные компании, как-то в Эстонии, в Латвии, в Литве, в большинстве своем, да? Владили бы они все. Они бы всем владели, и, наверное, это тоже не совсем правильно. Ну, да. Вот задача такая стояла, и, может быть, не совсем всякими методами все это распродавалось, но лишь бы появился человек, который ответственно возьмется за бизнес и будет им заниматься всерьез. Да. Эта задача была решена. Ну, а подача, естественно, коммунисты сопротивляли всегда, выступали против. Я все время тоже бои выдерживал с нашими местными карельскими коммунистами, спорили очень много, в том числе о роли Чубайса. И они, понятно, это не принимали, да? Потому что их красных директоров, которые во многом прихватизировали эти предприятия, не хотели, чтобы они оставались, но это тоже не совсем правильно. С той же реформой энергетики, вот его сейчас все ругают, говорят, вот, развалил всю энергетику и прочее, но, извините, задумал совершенно другая теория. И уже Чубайс, то, что он создал, он разделил бизнес, и сегодня сетевое хозяйство, насколько как-то держится, насколько как-то инвестируется, только благодаря этой реформе. По крайней мере, сетевая энергетика. Если взять гидроэлектростанции и вообще электростанции, тепловые, то там тоже стали, по крайней мере, самостоятельность некую получить. Хотели создать реально свободный рынок электрической энергии, как это делается в большинстве стран. Но потом все реформы свернули, на сегодняшний день большинством компаний, генерирующих, опять же, владеют государственные компании, а не частные, которые по-другому немножко работают. По большому счету, во многом тоже забюрократизированы и работают именно как государственные чиновничьи компании, в том числе, в которой я сейчас работаю. Но это хорошо или плохо для России? Или для вот этого периода времени так и должно быть? Я считаю, что все происходит именно потому, что так должно произойти. Я думаю, время для частной энергетики еще не пришло в России, по крайней мере. Нет гарантии инвестиций, в первую очередь. Потому что я уверен, что большинство очень богатых людей могли бы инвестировать в энергетику, они инвестируют понемножечку, но это непредсказуемый бизнес. Потому что чуть-чуть изменит законодательство, и ты можешь разориться в тот же день. Хотя на Западе более-менее прогнозируемо все, да, ты знаешь, куда ты входишь, что получаешь. У нас все время все меняется. Или взять у нас в Карелии, был, например, московская компания «Питер Пит», которая вложила, построила несколько котельных в Суаярве, построила новую современную котельную. Но потом что-то у них там не срослось с властью в взаимоотношениях. Ну, директор был очень горячим, и мы его с трудом там уговаривали оставаться и работать и прочее. А здесь уже вот сменилась власть, сменились чиновники какие-то на местах, и не смогли уже найти с ним консенсу. Он вынужден был уйти фактически из Карелии, хотя вложил там сотни миллионов рублей. — И кто выкупил это? — Ну, я не знаю, как там ситуация дальше развивалась, но вот нельзя обманывать инвесторов. Если человек приходит, если ты его заманил, независимо от того, какая власть, и что надо, наоборот, его держать. Но, к сожалению, в этих вещах... Сейчас более-менее конструктивная команда работает, я считаю, нового губернатора и министра экономического развития, меняемый такой замы, который там работает. Поэтому сейчас уже это понимание есть, но не во всем. — То есть Карелия сейчас понемножку-понемножку развивается? — Я считаю, что не сильно, потому что... Но хотя, если взять индекс промышленного производства в Карелии, например, в прошлом году, по-моему, за прошлый год вообще 8%, чего нет нигде в России. Но это, в первую очередь, связано с тем, что... Наверное, связано с тем, что экспортно-ориентированная экономика, это и лес, это и окатыш, и прочее. И здесь, соответственно, в долларах цена возросла, и поэтому доходность стала больше. Я не знаю, не могу объяснить, почему это произошло, но почему-то в период пандемии, когда везде в России спад, у нас рост. — Угу, интересно. Интересно. Вы коренной Карел? — Да. — Вы на своем месте? — Я считаю, на своем месте. — Любите свою землю, свой город? — О, землю я обожаю. Я сюда стремился всегда, здесь родился, здесь вырос. Здесь мои друзья, родственники. Это моя земля. Я очень люблю. Я не хочу больше возвращаться в политику никоим образом, потому что меня устраивает та работа, которой я занимаюсь. Главное, что быть дома, иногда ходить на рыбалку, выбираться в лес. А это большой праздник. — Вашу работу вы несете людям тепло? — Да. Мы поставляем тепловую энергию. Самые красивые районы Карелии. Вот они есть на карте посмотреть. Это реально самые красивые районы, потому что север Ладожского озера, он очень красив. Во всех смыслах. — Да, вот убедились. Ну что, тогда давайте пригласим всех в Карелию. Наверное, этим летом. — Всех приглашаю в Карелию. Будет очень хорошо, красиво. Вам понравится. Все, кто приезжает в Карелию, хоть на день, хоть на двор. — Влюбляются. — Влюбляются в этот край и еще раз сюда возвращаются. И обязательно еще надо поехать на север Карелии, где Белое море, где касатки, где тюлени, которых можно увидеть, где вот такая треска, которую можете поймать. Поэтому приезжайте. У нас здорово. — Спасибо большое. — Вам спасибо. — Спасибо. — Спасибо.